15 апреля 1912 года, примерно в 2 часа 20 минут ночи, корма лайнера Титаник медленно поднялась к звездам. Один из очевидцев этих событий, он писал, кормы мачты погасли, потом снова вспыхнули, а затем погасли навсегда. Только один керосиновый фонарь мерцал высоко на мачте. Когда ее корма поднялась выше, по воде разнесся громкий ровный рев. Все движущиеся предметы на борту ее разлетелись. Такого смешения никогда не было. 15 тысяч бутылок дорогого вина, огромные якорные цепи, 30 ящиков клюшек для гольфа, 30 тысяч свежих яиц, пальмы в горшках, 5 роялей, бочонок фарфора для Тиффани, ящик перчаток для Маршал Филдс, куча других драгоценностей. И что самое ценное, полторы тысячи пассажиров, которые не смогли покинуть корабль. Великая и неизвестная сбилась в клубок. Нос корабля опустился глубже, корма поднялась выше. Титаник стоял абсолютно вертикально, и три его капающих винта сверкали в темноте. Почти две минуты он стоял на месте, когда шум наконец прекратился, затем он начал медленно подгружаться под воду, пока море не сомкнулось над флатштоком на его корме со звучным бульканием. Вместе с кораблем рушились мечты о счастье, в будущем дорогие предметы уже не выглядели такими дорогими и ценными, как раньше. Регалии, человеческая слава уже не значила ничего. Катастрофы и кризисы – это время больших потрясений. Это не только время трагедии, но и также большое время переоценки ценностей. Понимаете, когда происходят подобные кризисы, вот что здесь написано, знаете, то, что считалось богатым и ценным, может обнищать в своей значимости в одну секунду. И я прочитал эту историю, потому что мы сегодня будем говорить про крушение корабля. Путешествие апостола Павла, мы продолжаем его читать, Деяние 27 глава. Крушение вообще любого вида транспорта, самолета, поезд, корабль – это всегда трагедия, это страшное событие. Но, наверное, самым страшным из них является кораблекрушение, потому что это все происходит медленно. И люди на протяжении, может быть, часов даже, наблюдают все это в вагоне смертельное, что может произойти вместе с ними. И вот 27 глава Деяний, это здесь описано одно из древних кораблекрушений. И это было путешествие апостола Павла в Рим. Мы знаем, что его судили римские власти, он два года отсидел в тюрьме ни за что. В конце концов, его можно было опустить, но он потребовал суда Кесарева, и его начальники отправили в Рим вместе с сотниками. И вот он поплыл на корабле, и этот корабль попал в шторм. Эта история, она интересна не только, чтобы узнать нам историю апостола Павла, она интересна. Знаете, в трагедиях, всегда в катастрофах раскрываются люди. Ты смотришь, ты начинаешь понимать, кто есть кто, и проявляется вся сущность человеческой натуры. И мы узнаем себя, мы узнаем других, когда мы проходим жизненные штормы или кризисы. И каждый из нас, он фактически попадает в подобные, ну, может быть, не такие, как вот на воде, но мы все проходим штормы. Мы все проходим бури, и по-разному люди проходят их, по-разному люди выходят из них. И поэтому эта история, она, конечно же, поучительна, потому что она дает нам какие-то, ну, некоторые советы, которые мы можем взять для себя. Как проходить через боль, как проходить через жизненные испытания и штормы. А они периодически приходят в нашу жизнь. Это может быть смерть близкого или дорогого нам человека. Или, может быть, тебе поставили диагноз страшной болезни. Или какие-то страдания, тяжелые недуги, которые просто свалились на нас. Финансовые проблемы, развод, предательство друзей. Разрушенное дело, в которое ты вкладывал много себя и свою жизнь. Или грех, который ты сам совершил, или кто-то по отношению к тебе совершил. Мы проходим это. И как вот вести себя в подобных ситуациях? Как ты ведешь себя, когда в твою жизнь приходят штормы, долгие штормы или буря? И на самом деле, то, что пережил апостол Павел, это было, ну, это было серьезное потрясение. Мы будем читать сегодня 27 главу, там в 20 стихе написано, что был момент, когда исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вот представляете себе, люди, 276 человек на корабле плывут, и у них исчезла всякая надежда. То есть уже настолько просто там все было сложно, что уже все уже ждали, вот уже когда это все развалится, и мы все погибнем. Люди не верили, что они выживут на этом корабле. И вот в такую ситуацию попал Павел, и, конечно же, когда их корабль вот так вот попал в шторм, они не понимали, где тогда не было GPS, не было связей, спутниковой связи. Ты не знаешь, где ты находишься сейчас, в центре моря, или тебя к Африке выбросили, или тебя наоборот к Европе, к Европе выкинуло тебя, к Италии, или Греции, или сейчас куда-нибудь на каком-то рифте тебя выкинет. Ты вообще не знаешь, что происходит. И вот мы будем сегодня читать эту историю, как оно все происходило. Я читал выдержки из книги Джеймса Смита, который написал эту книгу в 1848 году. Когда он был профессиональным военным, яхтсменом с 30-летним стажем, он специально проплыл вот этот путь Павла, чтобы проверить вообще, ну, насколько это все соответствует реальности или действительности. Он издал книгу на эту тему, где он говорит, что пройдя весь этот путь и исследуя вот местные вот особенности, ветра, течения и так далее, он написал, что вот эту главу мог написать только человек, который реально пережил то, что там произошло. Это не просто выдумка. Итак, с первого стиха мы будем читать 27-ю главу. Итак, когда было решено плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. И мы взошли на Адрамитский корабль, отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македоянин из Фессалоники. И на другой день мы пристали к Сидону, и Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Итак, мы видим Павла. Он вместе с Аристархом из Македонии. И мы не знаем, кто это. Историки пишут, что возможно, чтобы этот человек, он хотел быть рядом с Павлом, пройти вот этот путь и учиться у него. Для многих людей в тот момент времени ученичества, это означает было пройти вместе определенный путь, идти за учителем. Чтобы ему быть вместе с Павлом, ему нужно было зарегистрироваться его собственным рабом. Скорее всего, вот он был официально раб апостола Павла. И там написано еще, мы взошли, и скорее всего Лука, который написал эту книгу, эту главу, он тоже был на этом корабле. Вот, они взошли и отправились на корабль в путешествие. Написано, когда они пришли, пристали к Сидону, то Юлий, этот сотник, он позволил Павлу сходить к друзьям в городе. Вот, и воспользоваться их усердием. Вот представьте себе, человек заключенный. Видели вы когда-нибудь такую историю? Чтобы вот человека этапируют из одного места в другое, да? Вот, на поезде или на машине, вот там, допустим, приехал на станцию Полоцк, вдруг его пускают из вагона, ну, сходи к друзей навести. Вот, и вот, да, вот есть еще время, пока тут грузы разгружаются, грузами, может, тебе еды дадут в дорогу, тебе будет легче, как бы, осуществить этот путь. То есть, вот, смотрите, как авторитет, уже на протяжении этого небольшого треска пути, как авторитет Павла, ну, он был высокий для этого человека, для Юлия. Юлия, и этот человек отпустил его, и вот, знаете, что сделал Павел? Что он мог сделать? Он мог пойти, сбежать и пойти куда хотеть дальше, да? Вот, все, я отплыл, мы уже Израиль покинули, можно идти в Турцию, там, в другие, в Грецию, где я там служил, в любом месте. Совершенно на новой территории можно идти, проповедать там Евангелие, но он не выбрал этот путь, не выбрал путь сбежать, путь греха, обмана. И это, как бы, я думаю, первый урок, который мы можем извлечь из этой истории, друзья, если мы попадаем в жизненные кризисы, или жизненные трудные испытания, потрясения, не выбирай грех, как выход. Обман, неправду, как решение своей проблемы. Общаясь с верующими людьми, которые в своей жизни проходили через разные потрясения, иногда слышишь такие истории, вот, они пережили потрясение, падение, они говорили такие слова в свое оправдание. Я стал употреблять алкоголь после того, как мой муж умер, и ничего другого не могло меня утешить. Жизнь стала пресной и скучной, лишь выбивая бокал вина, я хоть немного отвлекался от своих проблем и ощущал небольшую радость. Или другой человек рассказывал, я улегся чужой женой, потому что стало, это стало моей отдушиной, помогающей мне выжить, не впасть окончательно в депрессию. Я так устал от работы, которую я ненавижу, от непослушных и неблагодарных детей, от вечно недовольной ворчащей жены. У меня нет никакого хобби, нет никакой радости в жизни, кроме этого флирта. Вот так люди иногда, знаете, в кризисных ситуациях выбирают путь греха и думают, что если я начну грешить, мне легче от этого станет, я смогу как-то вот, ну, пройти через эту темную полосу в своей жизни. Некоторые люди, не желая меняться, проходя через жизненные проблемы, некоторые даже вызванные непослушанием Богу, они говорят, я не хочу больше жить, я хочу умереть. Если не по-моему, если не так, как я, то, значит, никак. Лучше умереть. Они задумываются о самоубийстве, и им кажется, это единственным решением из проблем. Уставшие бороться с искушением могут подумать и сдаться в своей борьбе, совершить грех и получить временное, временное облегчение, но это опасный путь. Я как-то читал историю тоже про одно кораблекрушение, и это было в прошлом веке, и люди, которые попали в это кораблекрушение, 12 человек спаслось на надувном плоту. И они, очень скоро у них закончились питьевые запасы пресной воды, вот, и они уже, ну, себя начали плохо чувствовать, губы трескались, кожа шелушилась, язык высох, распух. Очень сильно хотелось пить, люди просто умирали от жажды, и 9 из 12 людей, в конце концов, не выдержали, они просто прыгнули в воду и напились соленой воды. И другие потом рассказывали, что когда они вылезли из этой воды, напившись, они стали себя чувствовать классно, радостные, веселые такие, все, как будто жизнь вернулась к ним, и все было классно. На следующий день этот плод заметили мимо проезжающий сухаргруз, он забрал всех на палубу, отпоил, накормил, но те 9 человек, которые попали, которые напились этой соленой воды, они через сутки умерли. Потому что почки, они не выдержали такого количества соли, которое им приходилось перебороть. Вот, и эти 9 человек все погибли. Так вот, грех, братья и сестры, это подобно, вот, знаете, напиться соленой воды, когда ты испытываешь жажду. На время это может утешить, на время это может как-то тебя облегчить, твои жизненные страдания, но это не выход и это не решение. Какие бы мы испытания не проходили. Иов говорил, что веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемеров, она мгновенная, она исчезает. Поэтому, друзья, первый принцип, не ищите выхода в грехе, когда в жизни начались трудности или испытания. Второй момент, который я хочу здесь подчеркнуть из этой истории, мы будем сейчас читать с 4 по 8 стих. Не обвиняйте во всем случае. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И переплыв море против Килики и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Миры Ликийские известны тем, что там жил святой Николай Мир Ликийский. Кто знает, кто такой? Санта-Клаус. Да, это Санта-Клаус по-нашему. Вот там жил этот святой, которого в средних веках, наверное, начали так именовать Санта-Клаус. Но он был замучен во время гонения Диоктелиана. И вот он там помогал людям, бедным. Он там узнал историю одну, что у одного бедняка три было дочери. И у них не было денег на пропитание. Он хотел их отдать в публичный дом, чтобы выжить, собрать им деньги приданные. И вот как раз ночью на Рождество он хотел принести им мешочки с деньгами, но не мог зайти внутрь и бросил их через печную трубу, закинул. А там эти носки, эти чулки сушились в печи. И вот они попали оттуда. И поэтому вот эти, знаете, у нас на Рождество такие носки есть. Ну вот, короче, там был человек. Вот они приплыли туда. И что было дальше? Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию. И посадил нас на него, медленно плавая, многие дни, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам метра, мы подплыли Криту при Солмоне. И, пробравшись же с трудом мимо него, приплыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. И вот они, смотрите, они приплыли в этот город Мир, Ликийский. И они уже начали шторм. Это уже была осень. И сотник, он принял решение пересадить их на другой корабль. На другой корабль, нашел там корабль, который плыл в Италию. И этот корабль попал в итоге в шторм, который мы сейчас будем читать. И можно вот говорить и думать, братья и сестры, что это было? Это был случай. Вот случайно вот этот корабль итальянский был. Или не случайно, да. Вот просто так, стечение обстоятельств. Почему они пересели на этот корабль? Тот плыл слишком медленно. Думали, может, это будет быстрее плыть. Тут сухогруз приехал большой. Корабль, на который они его посадили, он был 40 метров длиной. В среднем такие корабли перевозили зерно. 10 метров шириной, 10 метров глубиной под килем. Мог, я думаю, десятки, если не сотни тонн зерна перевозить. Плюс вот 300 человек на нем спокойно могли уместиться. Может быть, они думали, что вот, ну, будет безопаснее на этом лайнере перебраться в Италию. Я не знаю, но они сели на этот корабль. Вот, сели, и этот корабль в итоге потом попадает, терпит крушение в будущем. И можно было думать, вот да, откуда это, почему это произошло? Почему Бог допустил эту ситуацию? Ну, неужели Бог не мог на этом же корабле вот сотника расположить, чтобы он дальше плыл? Или еще подождать какого-то корабля? Да, вот, но они садятся на этот злополучный корабль. Когда с нами что-то происходит, не всегда нужно говорить, что случай во всем был виноват. Не всегда случай является причиной потрясений или кризисов, которые происходят в нашей жизни. Когда Иона попал в шторм, причиной этого была шторм совершенно не случай, а его непослушание Богу. Но была и другая ситуация в Библии про шторм, когда мы читаем, это были ученики Иисуса Христа. Иисус им сказал, слушайте, садитесь в лодку, переплывите на другой берег, я там с вами встречусь. Иисус сам их усадил в лодку, и эта лодка пошла, и она попала в шторм. И это Иисус их послал туда. Случай это было случайно, не случайно. Не все вещи в нашей жизни, они происходят случайно. И если мы просто будем думать, что это просто случайное стечение обстоятельств, не знаю, на некоторые серьезные, важные жизненные уроки мы не сможем извлечь, может быть, в каких-то ситуациях, серьезные, важные жизненные уроки для себя. И где-то даже найти правильный способ выхода из этого кризиса, если мы будем просто во всем всегда винить случай. И мы читаем дальше. Но как прошло довольно много времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник больше доверял кормчему и начальнику корабля. Капитан или владелец судна был кормчий, это был такой лоцман. Доверял им больше, потому что они были профессионалы по сравнению с Павлом, нежели чем словам Павла. И как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика, пристани Критийской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. То есть они находились на острове Крити, на восточном побережье острова, и они сидели и думали, ну вот все, уже опасное время для путешествий, вот уже пост прошел, вот и в этот момент времени море штормило часто, и уже, ну это было рискованно выходить в плавание. И можно было перезимовать вот на этом месте, где они находились. Но они решили перезимовать всего-навсего 80 километров к западу, на этом же самом острове Крит, да, вот, просто проплыть, просто потому что там была чуть-чуть более защищенная гавань, и они решили рискнуть, надо вот туда поплыть, вот. И вот профессионалы советовали, поплывем туда, все будет хорошо. Знаете, не всегда нужно слушать профессионалов. Сегодня очень много, кстати, профессионалов в интернете всевозможных, выставляют прогнозов, да, учат, как жить, как поступать, что с нами будет, что нам надо делать, вот. И не всегда советы профессионалов – это хорошие советы. Вот. И Павел, он говорит, это будет рискованно, он ощущал, и он в своем сердце ощущал, что что-то не так будет. И он говорил, он разговаривал с капитаном, я вижу, вот, у него было какое-то пророческое переживание, что это будет плохое, это плохая затея, не надо нам туда ехать. И, ну, людям свойственно, знаете, некоторым доверять больше профессионалам, нежели доверять Слову Божьему, апостолу Павлу, Божьим служителям. Им кажется, что вот этот совет, он окажется лучше. И они вот послушались и пошли на такой неоправданный риск. И в этом плане тоже, знаете, для нас должно быть мудрость, когда мы сталкиваемся с кризисами или трудными ситуациями в жизни. Не соглашайтесь на неоправданный риск. Не всегда неоправданный риск, он оправдан. Помните, наш первый пастор Роман Шудовский, он ездил всегда непристегнутый. И сколько ему не говорили, он говорит, меня ангелы защищают, и все как бы хорошо. Пару раз попадал в аварии, выкарабкивался из них. И это вместо того, чтобы больше заставить его, может быть, задуматься о безопасности, но он так до конца, и пока не попал в столб, и снесло с дороги, жена была пристегнута рядышком, с ней ни царапины, ничего у него, а он просто ударился в стойку, и все, и погиб, и умер через это. Мог бы, наверное, много чего тоже сделать, и дальше послужить неоправданный риск. Это то, чего стоит избегать в своей жизни. Даже если ты на благое дело спешишь неправильно, рисковать, превышать скорость, выезжать на встречную полосу, ездить на лысой резине, на евангелизацию, и так далее. Помните, Иисусу сатана подошел и говорит, слушай, спрыгни тут со скалы, тебя же ангелы защитят, все нормально, понесут тебя на крыльях, все будет хорошо. Народ, если еще увидит, так вообще прославишься, они еще больше тебе будут доверять. Иисус говорит, не искушай Господа, Бога твоего. Во время жизненных кризисов, потрясения, нервы иногда бывают натянуты словно струны, и яшность мышления может быть нарушена. Но, знаете, Павел мы видим здесь, он понимал, что ему нужно плыть в Рим, он понимал, что он доплывет в Рим, потому что Бог ему сказал, ты будешь там благовествовать. Господь сам к нему приходил. И тем не менее, он во время этого путешествия в Рим, он избегал ненужных рисков для своей жизни. Давайте дальше прочитаем эту историю из 13 стиха. И подул южный ветер. И они, подумав, что уже получили желаемое, отправились. Ветер подул, и эти профессионалы говорят, вот видите, и ветер прямо нам в спину. Прямо он нас может туда направить, куда надо. Все хорошо. Они, подумав, что получили желаемое, отправились, поплыли в близости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный. На греческом тайфун, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв его, стали употреблять пособие, обвязывать корабль, боясь, что уже, чтобы не сесть на мель. Корабль просто тросами под низом. Потому что он мог развалиться. Тросы вокруг кормы корабля натягивались, и потом лебедками закреплялось, чтобы все было крепко, чтобы он не развалился. Потому что груз вез. Обвязывали корабль, спустили парус, и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. На третий день мы своими руками побросали из корабля вещи. Но как многие дни не было, не видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало вам послушаться меня и не отходить открыто. И тем избежали бы вы затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна из вас душа не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-то остров». И так они выплыли из этого города, спорта подул ветерок, кормчий, наверное, капитан, они с ухмылкой смотрели на Павла, улыбались его предупреждением, думали, какой-то религиозник здесь такой особенный есть, который тут всех пугает, всем. Но, тем не менее, очень скоро, очень скоро подул встречный ветер, их начало носить, и носило их две недели. Вот вы только представьте себе эту картину. Две недели, ты не видишь солнца и звезд. Ты не знаешь, где ты. Волны, которые тебя... Я не знаю, там, это же вот, ну, если когда у вас качка, вы сталкивались, как, что внутри начинает происходить, да? Плюс корабль начинало бить. Куда угодно можно было вылететь на любой риф, где-нибудь в центре моря, в каком-нибудь скалу, которая стояла, и все. И погиб весь корабль, и все. Куда нас выкинет? Куда... В итоге они, когда они приплыли, ну, они возле Мальты высадились. Это почти 800 километров. Их носило в течение двух недель. Представляете себе? И их, на самом-то деле, их ветер подкинул поближе к Италии. Как раз туда, куда и надо было им, вот в том направлении. Он стал на 800 километров ближе. Он прошел этот путь. Но, тем не менее, они не знали, где они, куда они, что они. И люди живут, и что можно было думать в тот момент времени? Написано, что вот уже исчезла всякая надежда на спасение. Плюс еще к тому, что, знаете, язычники больше всего боялись утонуть в своей жизни, потому что, согласно поверью, вот в той культуре, греко-римской было, что считалось, что утопленники никогда не войдут в обители мертвых. Вот. Вот те, которые утонули. Это еще больше страхов нагоняло на людей. Вот. Но мы видим здесь другую, мы видим здесь картину, что посреди этой безнадежности, посреди того, что все охали и ахали, казалось, что мрак, и все, дальше уже некуда. Встает Павел и начинает всех ободрять, говорить, что все будет хорошо. Я разговаривал с Богом. Бог ответил мне, Он мне сказал, что вот никто не погибнет, и вообще Он сказал такую вещь, что я даю тебе жизнь всех этих людей, они тебе принадлежат. Из-за тебя фактически они спасаются. Вообще потрясающее вот это откровение, когда Бог спасает других людей из-за праведников. Помните Авраам, который ходатайствовал за Содом и Гоморрой, он говорил, Господи, ну если там в этом городе сто праведников, неужели ты не спасешь? Спасет, говорит, Господи, семьдесят, пятьдесят, и там он дошел уже, до скольки дошел? До десяти дошел, да? И уже потом он перестал с Богом разговаривать. Я не знаю, до скольки бы спускался Господь, но Авраам перестал вот спрашивать у Бога вопросы вот, неужели ты не спасешь Содом и Гоморрой, если там будет десять праведников? Представляете, насколько надежда этого города в руках праведных людей, надежда этой страны в руках людей, которые почитают Бога, ищут Его, и ради них Господь может благословить эту землю. Благословить заводы, на которых работаешь ты, предприятия, куда ты ходишь и молишься, служишь, светишь там светом Иисуса Христа. Бог может благословлять наши территории благодаря, благодаря верующим людям. Поэтому важно молиться за наши земли, важно молиться за наши народы, за наши города и за наши страны. И мы видим здесь апостола Павла, да, он получил от Бога откровение. И он очень сильно отличался от всех людей, которые находились там на корабле. мы вот читаем эту историю, знаете, и нам эта история, мы ее спокойно читаем, потому что мы-то знаем ее конец. И мы обычно, когда открываем эту главу, для нас уже просто, ну, как это, нету такого ощущения, что будет дальше, какое, какое действие будет дальше, какая будет развязка. Вот представьте люди, которые там были, вот что они испытывали в этот момент времени. Ну вот, это всегда люди, которые знают конец, что произойдет, они будут отличаться от тех людей, которые не знают, чем все закончится. И знаете, наша сегодня страна, она подобна этому кораблю. Понимаете, мы плывем в море, которое штормит сейчас, штормит очень сильно. И сегодня, посмотришь, ну, большинство людей сегодня в депрессии, в каких-то вот, ну, разочарований, мало хорошего. Я сам на себя, я сталкиваюсь с тем, что на меня приходит, ну, какой-то дух уныни иногда приходит. Иногда хочется, знаете, вот посмотреть себе какой-нибудь фильм, и уже, я уже смотрю, что уже ищу не просто, ну, думаю, какой вот фильм посмотреть, ищу какой-то, где была бы комедия какая-то, чтобы немножко ободрить себя, других, чтобы чуть-чуть посмеяться, потому что столько вот всего вот происходит вокруг, не хватает, вот, но я считаю, что это не там мы должны черпать нашу радость, но иногда это тоже может как-то душевно тебя поддержать, ободрить, вдохновить, вот, но откуда мы можем черпать эту радость? Смотрите, Павел, ну, надежду, мир в сердце, да, он говорит, ободритесь, Господь послал мне ангел, ангел мне сказал, что все будет хорошо, мы останемся жить, ну, ни один человек не погибнет, помните Иов во время потрясений, которые свалились на него, он имел откровение от Всевышнего, и он говорил, я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, этого еще не происходило, но понимаешь, он говорил, я увижу Бога, Бог меня спасет, он не терял свою надежду, самое страшное, что мы можем потерять во время кризиса в эту надежду, если ты чувствуешь, что твоя надежда куда-то уплывает, куда-то улетучивается, вот здесь надо кричать караул, нужно идти в молитвенную комнату, в тайную комнату, молиться, искать откровение от Бога, лица Божьего, потому что именно это откровение от Бога, оно будет держать тебя, в моей жизни были некоторые переживания, некоторые тоже кризисы, и те откровения, которые Бог давал мне до этого в отношении моей жизни, в отношении моей семьи, они держали меня, когда я проходил через эти жизненные испытания и кризис, потому что мне Бог давал картины, просто понимание будущего определенного, и я верил, что это от Него картины были, я шел к ним, к тому призванию, которое он меня вел, и это видение, это пророческие переживания, они держали меня, то, что Господь открывал, и Бог будет нам говорить, каждому из нас, Он не хочет, чтобы мы жили без надежды, у Бога есть всегда слово для нас, и если мы будем искать Его лица в жизни во время трудностей, написано, если тебе не хватает мудрости, проси у Бога, и это как раз таки, ну, размещено в центре проповеди Иакова о страданиях, он проповедует всю свою первую главу о страданиях, и в середине этой главы говорит, если не хватает мудрости, проси у Бога, что такое мудрость, это Божье понимание, Божья перспектива того, что происходит и сейчас, со мной, с моей семьей, страной, что ты делаешь, Господь, чем все это закончится, и Бог может дать нам эту мудрость, Бог может дать эту перспективу, и мир придет к нам, да, и понимание, и Павел уже здесь, знаете, смотрите, как он уже себя ведет, вот, он уже здесь ведет себя, как капитан, он вдохновляет людей, он говорит им, примите пищу, потом, смотрите, что дальше происходит, ну, и ладно, мы еще прочитаем, я хочу пару мест, еще пару вещей сказать, пунктов, прежде чем я дальше буду читать эту главу, во-первых, я хочу сказать еще, читая эту историю, мы видим Божий суверенитет в действии, Бог открыл апостолу Павлу, что он будет служить в Риме, и мы видим здесь шторм, который возник на море, мы видим здесь ошибки людей, людей, которые принимают решения, ну, вместо того, чтобы перезимовать в одном порту, они хотят в другой порт переплыть, 80 километров на запад, юго-запад, вот, несмотря на ошибки людей, несмотря на природные катаклизмы, мы все равно видим, что Божий план, он будет исполняться в жизни апостола Павла, Христос мог успокоить эту бурю, но, понимаете, ему-то одно слово достаточно сказать, помните, ученики спали со Христом, буря началась, он спал спокойно, одного слова Христа достаточно было остановить эту бурю, но мы видим здесь две недели, ну, ладно, один день там буря, два дня, две недели, ну, зачем мучить так своего апостола, ему-то осталось жить вообще несколько лет, она, и он же вообще идет проповедовать, там будет в Риме проповедовать, Кесарю будет проповедовать, зачем такие потрясения, зачем допускать такие страдания, тем не менее, праведники проходят в своей жизни через страдания, через потрясения, и Бог, он допускает эти вещи проходить, и они все равно, все равно, то, что Бог запланировал, это состоится, и нам поэтому нужна Божия перспектива, Господь, что ты хочешь сказать? В Псалме 72 мы читаем историю про одного Божьего человека, который, он говорит, я чуть подскользнулся, чуть не подскользнулся и не упал, видя, как благоденствуют нечестивые люди, как страдают праведники, он говорит, я вообще, моя вера чуть не пошатнулась, я чуть уже не ушел от Бога, видя несправедливость, как вот люди, которые ищут Бога, вот в их жизни столько страданий, они честивые, они пьют, гуляют, там, в роскоши, там, плавают, купаются, и они спокойно умирают, уходят с этой земли, он говорит, моя вера чуть не пошатнулась, и вот как раз написано, доколе я не вошел во святилище, и Дух Божий напомнил его, он говорит, я увидел конец этих людей, я увидел конец праведников, он говорит, у меня все переменилось, и там вторая половина Псалма, он уже благодарит Бога, за его величие, за его силу, за его справедливость, за его могущество и так далее. Нам нужна Божья перспектива и понимание того, что происходит вокруг нас, когда мы проходим шторма в своей жизни. И в чем был секрет мужества Павла, да, он ободрял других людей, он сказал, всю самую ночь предстал предо мною ангел Божий, которому я принадлежу и которому я поклоняюсь. Вот сила Павла и мужество его было в том, что он пережил Божье присутствие, что нам надо во время кризиса, это переживать Божье присутствие, приходить к Богу, а не убегать от Бога, приходить в молитву, брать Слово Божие, чтобы Господь говорил в нашу жизнь. Это то, что вот укрепило его. Написано, что Богу, которому я принадлежу, понимаете, апостол Павел, он понимал, что это то, что держало его, да, я принадлежу Богу, я Божье дитя, он не оставит меня, он не покинет, он держит мою судьбу, мой жребий в своих руках. Апостол Павел писал о Коринфянам, не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего, святого духа, которого имеете вы от Бога, вы не свои, вы уже куплены дорогою ценою. Мы принадлежим Богу. Написано, Богу, которому я поклоняюсь, он говорит, Богу, которому я поклоняюсь, которому я служу. Его сердце было наполнено желанием поклоняться Богу в своей собственной жизни. И это поклонение Богу, общение с Ним, оно тоже влагало в Него надежду, что Господь не оставит и не покинет его. И мы читаем дальше, 27 стиха. И в 14-ю ночь, когда мы были на Симы, в Адриатическом море около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И вымерив глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии отмерив, опять нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросились кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, запасную, которая у них была тогда, делая вид, что хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала. И перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу. Говоря сегодня 14 день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Представьте, люди ничего не ели 14 дней. Вот почему они не ели? Одна из причин – стресс, морская болезнь, непонимание, что будет дальше, как оно, может быть, мы еще будем тут несколько месяцев плавать, экономия еды. То есть люди ослабли окончательно. И Павел говорит, примите пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, он взял хлеб и возблагодарил Бога, перед всеми разломив, и начал есть. Тогда все, ободрившись, также приняли пищу, и было же нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищу, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Смотрите, что происходит. Плавают моряки, начали видеть, что мы к какой-то земле приближаемся, может быть, разобьемся сейчас, наткнемся на какой-то риф, погибнем. Все не смогут выплыть, поэтому можем хоть себя спасти, спустим лодку незаметно, как будто как якорь, прыгнем на нее и отплывем. И этим спасем свои души. И мы уже видим здесь Павел, он уже фактически командир корабля. Он уже приказывает сотнику, говорит, если сейчас эти товарищи убегут, все, мы все погибнем, нам нужны моряки на этом самом, на палубе. Останови то, что они делают. В конце концов, солдаты обрубают лодку, вообще уже нету спасательной лодки, только один корабль. И потом Павел проповедует всем, кто там стоит. 276 человек, это очень много. Тут несколько залов таких вот людей, да, и они слушают его, да, и Павел говорит, все, вы сейчас, вам надо вкусить хлеба, вот, вам надо окрепнуть, вам нужны сейчас силы, никто из вас не погибнет, он ободряет всех, кто находится там. Говорит, волос вашей головы не упадет, вот, его слова звучат уверенно, и люди уже слушаются его, вот, и они вкушают пищу, вот, они делают то, что говорит Павел. Понимаете, Павел сел на корабль заключенным и заканчивает плавание капитаном. Понимаете, люди уже не знали, что и как делать, но этот человек берет на себя и инициативу, он начинает понимать, что нужно делать в это время. Когда нужно есть, когда нужно не есть, да, когда нужно веревки рвать, да, канаты, да, защищать. Он это делает и спасает, на самом деле, и себя, и всех остальных. Так вот, здесь тоже эта история о том, что, когда происходит кризис, важно не оставлять своих обязанностей. Вот, эти моряки хотели бросить, бросить все и скрыться. Вот. И, знаете, когда люди происходят, ну, испытывают кризисы в своей жизни, они часто теряют аппетит, отказываются принимать пищу, отказываются вставать с постели, часами, перележивая в ней, не хотят ухаживать за собой, убирать в доме, готовить еду, служить ближним, ходить в церковь и так далее. Такая, знаете, внутренняя такая апатия. Вот, когда мы проходим через потрясение кризиса, важно не останавливать делать правильные вещи. Вот. Не сбегать в сторону. Легче убежать, когда кризис, когда тяжело. Кажется, этим я спасусь, но не спасешься. И сам бы погиб, и других бы подставил бы. Если бы эти моряки сбежали бы тогда, то еще неизвестно, что было бы и с ними, и с кораблем. И мы видим здесь Павла, мы видим эту картину. Я вот, знаете, пытаюсь представить ее в разуме. Идет шторм, буря, корабль шатает, все в страхе, все в безнадежности. И Павел, вот он накачивает народ верой, вдохновляет, и говорит, все, давайте кушать. Он берет хлеб этот, преломляет, и начинает молиться перед всеми. Молиться Богу и благодарить Бога. Вот эта картина, знаете, преломление. Кто вот во время шторма может вот так перед всеми стоять, молиться Богу, благодарить и вкушать пищу. Знаете, как человек, который получил от Бога откровение. У его сердца был мир. Он делал правильные вещи. Им реально нужно было покушать, потому что нужно будет потом вплавь переплывать. Корабль в итоге сядет на мели. Нужно было вплавь всем спасаться, чтобы попасть на остров. Нужны были силы, чтобы все это пережить. И они это делали. И вот он молится Богу. Он стесняется свидетельствовать о своей вере, и благодарить Богу через это вкушание пищи. Знаете, нам тоже не нужно стесняться благодарить Бога, когда ты за еду садишься. Понимаете? Мы иногда в своей семье стесняемся помолиться почему-то. Там, да, люди какие-то пришли, там, новые, уже мы боимся, там, знаете, за еду сели, за стол вознести короткую молитву. Господь, спасибо тебе за эту пищу. Дай нам, Бог, просто мудрости, не бояться свидетельствовать о своей вере. Что бы с нами ни было, да. И при этом, знаете, легко благодарить Бога, когда все, если бы уже шторм, как это, знаете, прекратился бы, и усили бы, ну, вкушали бы хлеб, вот, и благодарили Бога, что все, вот, слава Богу, закончилось хорошо. Знаете, ну, он вкушал и благодарил Бога, когда еще шторм продолжался, ну, вот. Он проявлял свою веру, да, он показывал свою веру, надежду на Господа тем людям, которые окружали его. И сегодня мир этот нуждается в надежде. Я уже говорил о том, что мир сегодня очень много людей, в мире очень много людей без надежды живут. И надежда, которая есть в нас, может стать ободрением для них сегодня, братья и сестры. Давайте почаще ободрять друг друга, вдохновлять людей, которые живут вокруг нас, показывать им Христа. И когда наступил день, написано, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий от логий берег, и к которому решились, если возможно, пристать с кораблем. И подняв якоря, они пошли по морю, и развязав рули, подняв малый парус, по ветру держали к берегу, но попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз, оставался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились. Вначале было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплав, не убежал, потому что, если арестант убегает от солдата, по законам Римской империи, должны было убить солдата, который его охранял. Поэтому им проще было умертвить этих самых заключенных, чтобы остаться самим живыми. Но написано, «Сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым, броситься и выйти на землю. Прочим же спасаться кому на досках, а кому чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю». Вот такая история, да. И даже спасение здесь, понимаете, вот финиш этой истории, он тоже не такой легкий оказался. Знаете, Бог может сказать, что все, твоя проблема решится. Бог может нам в наших трудностях сказать, что все закончится хорошо в итоге, то, о чем ты молишься. Но не всегда то, что даже то, что закончится хорошо, оно закончится легко. Мы видим здесь, здесь это не было легкое завершение истории. Мы видим, что все равно корабль потерпел кораблекрушение. Мы видим, что он начал разваливаться. Людям нужно было хвататься за доски, за что-то, что могло плавать, кто мог плыть. И воины чуть не убили, это самое, охранников. Тут, слава Богу, тоже Господь, вот он защитил, он расположил сердце этого сотника, что он защитил Павла и не убили заключенных. И все тогда спаслись на берег. Вот такая вот жизненная история, вот такая вот жизненная история, которая произошла с Павлом. Мог Бог его от этого шторма избавить? Мог. Но он позволил ему пройти через этот шторм в своей жизни. Павел был зрелым уже во Христе в этот момент времени, но все равно еще формировался через испытания. И Бог позволял этим испытаниям происходить, потому что они помогали, и Павлы помогали другим людям расти в своей вере, в уповании на Бога. Божье имя прославилось в этих испытаниях. Его история стала ободрением и является ободрением для многих нас сегодня. Но эта история также говорит, что даже худшие шторма, которые могут в нашей жизни сталкиваться, которые мы можем сталкиваться в жизни, они не могут закрыть лицо Бога, они не могут отодвинуть присутствие Его от нашей жизни. Наоборот, мы можем испытывать Его присутствие, видение, откровение, Слово может приходить в нашу жизнь. И это не может, никакой шторм не может помежать замыслу Бога, тем, которое Бог имеет для нас, и для нашей жизни, и для наших семей. Штормы помогают нам, дают возможность служить другим людям и нести свидетельство о Христе, как здесь Павел. Он был заключенным, и он был никем, когда он садился на корабль. Но в конце уже все его слушали. Да, и шли за ним, исполняли то, что он говорил. У него уже был авторитет определенный. И имя Христа прославилось, когда все произошло то, что, как сказал апостол Павел. Поэтому, дорогие братья и сестры, наше жизненное путешествие, оно похоже, вот, как на эти движения на этом корабле, на котором плыл Павел. Бывает, что мирное, спокойное путешествие, все хорошо, приятно созерцать природу, людей вокруг, общаться друг с другом, да, все хорошо, но бывает, что мы проходим такие кризисы, испытания. Поэтому, когда мы проходим из них, подводя итог всему, да, какое бы, ну, какие бы перемены ни произошли, изменения в нашей жизни ни случились, не ищите, первое, выхода в грехе. Второе, что не возлагайте ответственность за случившееся на случай, все это просто так, случайно, не соглашайтесь на неоправданный риск, не теряйте надежду, ищите ее у Господа, да, побеждайте всякое отчаяние в присутствии Божьем, приходите к Нему, да, вы получите надежду, потому что, где есть надежда, там есть сила пройти через все, потеряйте надежду, впадете в грех, не отставляйте своих жизненных обязанностей, в семье, в церкви, на работе, по отношению к своему здоровью, просто делайте то, что вы должны делать, если вам трудно, все равно продолжайте делать правильные вещи, вот, и не ожидайте, что избавление будет легким и простым, оно будет, потому что Господь, Он, Царствует, Он рядом со своими детьми, вот, только, наверное, в вечности мы можем до конца понять, почему Бог нас провел, такими путями, которыми мы прошли, и пережили такие шторма, которые мы пережили, во имя Иисуса Христа, Господь, я молю тебя сегодня за церковь, за себя самого, Боже, пусть этот пример Павла, он станет для нас примером, примером, как нужно вести себя в трудных жизненных ситуациях, штормах, которые выпадают на нас, на наши семьи, Господи, помоги нам реагировать на них правильно, помоги искать Тебя, помоги делать правильные вещи, не улынивать от ответственности, не искать утешения во грехе, Господь, но искать утешения в Духе Твоем Святом, Господь, в Слове Твоем для нас, во имя Иисуса Христа, Божий, я молю тебя за тех, кто сегодня переживает жизненные шторма сейчас, чью жизнь штормит, чье здоровье штормит, Господь, финансы штормят, отношения штормят, Господи, у тебя есть слово, у тебя есть ответ, у тебя есть откровение, у тебя есть мудрость, я молю тебя, дай нам услышать ее, дай нам увидеть ее, дай нам, Господь, понять Твою небесную перспективу того, что происходит сегодня в нашей жизни, и куда движется наш корабль, и какой пристани Ты хочешь его, Господь, пришвартовать. Учи нас, Боже, учи нас быть верными, несмотря ни на что. Господи, как часто в самых именно отчаянных ситуациях мы ближе всего переживали Тебя в своей жизни, в своей судьбе. Мы видели славу Твою, как Иофон видел славу Твою в середине своих жизненных страданий, которые он перешел, проходил, Господь. Я молю Тебя, чтобы в каждом таком жизненном отрезке мы всегда видели Тебя перед Собою, уповали на Тебя и проходили, Господь, с верой, с надеждой, с любовью, с сильным духом, Господь, с верностью, с посвящением эти жизненные отрезки. И каждый, Господь, пускай будет победителем в нем, как был апостол Павел во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. У нас есть объявление. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу.